Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фибрик Реалити. Девчонки, сегодня у нас будет бизнес-болталка. Мы поговорим с вами на очень важные темы, которые касаются именно вопросов бизнеса. Почему у кого-то получается строить этот бизнес, а у кого-то не получается. И снова будем говорить об ошибках новичков, об ошибках партнеров, как их избежать, на чем стоит держать фокус и так далее. То есть раскроем с вами вот несколько таких ключевых позиций в бизнесе. А начну я разговор с того, что на самом деле все мы приходим в сетевой бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги. Это понятно. Но если мы все время будем с вами держать фокус только на деньгах, только на том, чтобы нам самим лично заработать эти деньги, мы, конечно, будем их зарабатывать. Но такой бизнес, он по большому счету решен перспективы. Все же таки нужно приходить в этот бизнес с пониманием какой-то своей миссии в этом бизнесе. Мы приходим в этот бизнес не только для того, чтобы зарабатывать деньги, а этот бизнес строится на том, чтобы помогать другим людям. Потому что количество зарабатываемых нами денег напрямую зависит от того, как мы будем работать с людьми и что мы будем давать людям, какие мы перед собой будем ставить цели. Вот если мы ставим перед собой цель, например, заработать деньги здесь и сейчас, если мы на этом будем держать фокус, конечно же, мы будем зарабатывать деньги здесь и сейчас. И вот вы знаете, очень часто сталкиваюсь с таким моментом, что действительно приходят новички, приходят партнеры, которые именно ставят перед собой цель заработать здесь и сейчас, потому что им нужны деньги на то, чтобы жить, на то, чтобы жить сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И действительно, эта цель начинает воплощаться в жизнь. Каким образом? Ну, допустим, вот в нашей команде есть отличный инструмент, с помощью которого мы строим свой бизнес и предлагаем развивать свой бизнес нашим партнерам. Это офлайн инструмент рекрутинг на промостойке. Но при этом промостойка является не только отличным рекрутинговым инструментом, она еще позволяет зарабатывать деньги прямо с первых шагов в этом бизнесе, потому что она привлекает к себе внимание через продукцию наших клиентов. Клиенты сами приходят на промостойку, интересуются какими-то товарами и делают заказы. И, конечно же, вот вам, пожалуйста, деньги идут здесь и сейчас. Но поверьте мне, это не те деньги, которые они пришли зарабатывать в этот бизнес. На самом деле, здесь и сейчас можно заработать 3, 5, ну, 8, 10 максимум тысяч рублей. Больше здесь и сейчас вы не заработаете в этом бизнесе. И неважно, будете вы работать на промостойке или вы будете работать с каталогом, который тоже является отличным инструментом, и в том числе рекрутинговым инструментом. Но мы сейчас говорим про быстрые деньги, каталог является отличным инструментом для того, чтобы зарабатывать деньги здесь и сейчас. И вот в какой-то момент происходит такое рассогласование. То есть, вроде бы, партнер пришел зарабатывать деньги, серьезные деньги в этом бизнесе, и он понимает, что 5-10 тысяч рублей в месяц ему, ну, совсем недостаточная сумма для того, чтобы прокормить семью, например. А на самом деле, деньги-то ему нужны сегодня. Он чувствует, что эти деньги пошли от первых заказов, от клиентов, и он понимает, что да, это классно. Вот сегодня я пришел, какие-то заказы получил, заработал быстрые деньги. Классно, у меня деньги появились в кармане. Но завтра эти деньги исчезли, потому что, во-первых, для того, чтобы делать заказы, тоже нужны деньги. Мы же оплачиваем заказы наперед, а забираем их потом, правильно? То есть, получается, что человек вроде как, с одной стороны, зарабатывает, с другой стороны, ему приходится постоянно вкладывать эти деньги, опять же, в бизнес, и он этих денег, по сути, не видит. А создать какую-то такую базу, какой-то такой еще один дополнительный кошелек, у него не получается, потому что он либо их сразу тратит на себя, на свою семью, либо он их вкладывает в заказы. И получается, что вроде как он этих денег не видит. И это не есть хорошо. И изначально ошибка заключается в том, что этот партнер держит фокус на том, чтобы зарабатывать эти деньги здесь и сейчас. Нельзя так мыслить, нельзя так думать. Работайте на перспективу. Думайте о том, как вам заработать деньги не сегодня и завтра, а как вам выйти на доход от 30 тысяч рублей минимум в этом бизнесе. И при этом не думать о том, что у меня сегодня закончились деньги. На что мне жить дальше? Как это сделать? Конечно, прежде всего, все вот в нашей голове. Если вы пришли с пониманием, что здесь можно зарабатывать на продажах, то, поверьте, вы будете зарабатывать на продажах, но более от этого бизнеса вы ничего не получите. Если вы пришли с пониманием, что я сейчас вложусь своим временем, я вложусь своими усилиями, но при этом я работаю на перспективу, на то, чтобы спустя год, может быть, полтора года, а может быть, даже и два, у каждого из нас свой срок в этом бизнесе для того, чтобы выйти на серьезный доход, я буду получать минимум 30 тысяч рублей в этом бизнесе. Но сейчас я вкладываюсь временем и силами, а работаю на перспективу. Причем, вот смотрите, работа на промостойке, ведь это отличный инструмент для того, чтобы совмещать зарабатывание денег с тем, чтобы здесь и сейчас их получать, и с работой на перспективу. Каким образом держать фокус на рекрутинге? Потому что заказы и клиенты к вам все равно будут приходить на промостойке, все равно у вас будет создана эта клиентская база, и они будут к вам поступать независимо от того, что вы будете держать на них фокус. Или не будете держать на них фокус. Но если вы держите фокус на деньгах здесь и сейчас, значит, вы не работаете на перспективу. А если вы держите фокус на том, чтобы организовать свою команду, пригласить людей в свой бизнес, организовать большой товарооборот, и эта работа на перспективу, то вы в конечном итоге и это получите. Конечно, это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Это произойдет спустя год-два, а может быть, у кого-то и большее количество времени потребуется. Но если вы будете проявлять активное действие, если вы будете работать не по 2-3 часа в день, а если вы будете работать так, как будто бы вы наняли себя на работу по найму, то есть по 6, по 8 часов, а может быть и по 10 часов в день, поверьте, ваш результат будет гораздо больше, чем через 1 год. Гораздо раньше вы выйдете на этот доход. Но здесь есть такой момент, что люди нам даются по нашей внутренней зрелости, по нашему лидерскому стержню, скажем так, и по нашему мышлению. Никогда на слабого партнера не придет сильный партнер. Сильный лидер, сильный человек по уровню своего мышления, по уровню своего опыта, своих знаний, своих навыков придет либо на равного ему по такому же уровню знаний, опыта, навыков, либо выше. Он будет всегда искать более сильного, чем он, потому что ему интересно развиваться, ему интересно узнавать что-то новое, получать что-то новое. И вот для того, чтобы нам привлекать к себе таких сильных партнеров, мы сами должны прокачать в себе лидерскую силу эту. Мы сами должны воспитать в себе этот лидерский стержень, внутренний стержень. Мы сами должны стать сильным лидером. Только так мы можем привлекать к себе сильных лидеров в нашу команду. А для этого, естественно, необходимо заниматься каждый день самообразованием, необходимо прорабатывать свое мышление, необходимо учиться у более опытных лидеров, необходимо посещать тренинги, совершенствовать свои навыки, получать каждый день новые знания и так далее. То есть необходимо совершенствоваться. Без этого вы не состоитесь как лидер. Без вот такой внутренней проработки, без новых знаний, новых навыков, без нового опыта. Это вот очень важный момент. И я хочу, чтобы вы прямо для себя уяснили, что без этого вы не состоитесь как лидер, а значит, без этого невозможно построение большого бизнеса, большой команды, большой структуры именно лидерской. Я сейчас не говорю с вами о потребителях, я не говорю о том, что можно выйти на доход от структуры от 30 тысяч рублей на потребителях. Да, возможно построение такой структуры. Можно стать и директором, и старшим директором, и даже серебряным директором на потребительских структурах. Но построить лидерские структуры, запустить снежный ком, развиваться дальше без прокачки в себе вот этой внутренней лидерской силы невозможно. Вы не будете просто дальше расти в этом бизнесе. Конечно, может быть, кого-то устроят доходы в 30 тысяч, в 50 тысяч рублей, но расти дальше в этом бизнесе сложно без работы над собой, без прокачки своего мышления. А чтобы это произошло, необходимо прямо с самых первых шагов в этом бизнесе заниматься своим лидерским развитием, своим совершенствованием, своим самообразованием. Понимаете? С самых первых шагов. И не думать о том, что вот сейчас я буду работать на то, чтобы зарабатывать здесь и сегодня, а вот завтра уже или там через полгода я начну заниматься своим саморазвитием. Так не бывает. Все начинается с самых первых шагов. Вот что вы заложите себе в голову, какие мысли вы заложите с самых первых шагов, это будет ваш фундамент для вашего дальнейшего развития и дальнейшего роста. А не так, что сегодня я работаю на здесь и сегодня, а завтра я уже буду работать на перспективу. Начинайте работать на перспективу прямо с сегодняшнего дня. Следующий очень важный момент. Что нам может мешать? Прежде всего эмоциональная шелуха, как я ее называю, эмоции. Вот когда приходит партнер на эмоциях, вы знаете, я не радуюсь этому. Вот он весь такой на посетиве. Вот ему все кажется, что все будет сейчас вау, как круто, что сетевой бизнес – это легко и просто, что просто разговаривай с людьми, вот просто их приглашай, и все у тебя будет идти как по маслу. Знаете, вот когда я вижу такого новичка или такого кандидата в бизнес, который вот весь в розовых очках, все у него вау, как круто, прям с самого, самых первых шагов в бизнесе. Вы знаете, я всегда стараюсь эту эмоциональную шелуху снять, снять розовые очки, потому что бизнес не строится только на положительных эмоциях. В бизнесе будет и так, что будут сложности, будут трудности, их будет много, особенно на самых первых шагах, когда вы делаете их в бизнесе. И с этими сложностями и трудностями нужно будет справляться. И вот эта ваша эмоциональная шелуха, она будет препятствием для того, чтобы вам с этими трудностями и сложностями справляться. Поэтому моя позиция такая, что еще до того момента, как мы начинаем работать с партнером в бизнесе, я ему сразу говорю о том, что будет и трудно, будет и сложно, что этот бизнес протекает волнообразно. Не всегда будет так, что вы постоянно растете и растете, что у вас постоянно идет рост в этом бизнесе. Будет и так, что вы будете падать, потому что бизнес – это своего рода качели. «Сегодня вы поднялись высоко, завтра вы можете опуститься». И вот наша задача лидера заключается в том, что когда мы с вами находимся в нижней точке, нам нужно найти в себе силы подняться и продолжать идти вверх, а не находиться в таком состоянии, что вот я сегодня в нижней точке, значит, все пропало, значит, этот бизнес не работает, значит, этот бизнес не для меня. Вот почему так происходит? Потому что эмоции. Вы пришли в этот бизнес на эмоциях. А приходить нужно в бизнес с холодным умом, со здравым умом, но с горячим сердцем. Что я имею в виду? Вот когда возникают такие сложные ситуации у меня в бизнесе, вы думаете, у меня такого не было? Да было, много раз было, когда я и поднималась, и когда я и падала. И когда я находилась вот в этой нижней точке, самых первых шагов в бизнесе, у меня первое – это были эмоции, потому что я сама по себе человек очень эмоциональный. Я расстраивалась, я плакала. Но вот всегда очень важно, кому вы пойдете в такой момент, кому вы пойдете за советом. Вы пойдете советоваться к бабе Зине в соседнем подъезде, или когда у вас такая сложная и трудная ситуация, вы обратитесь за помощью к профессионалу, к более знающему человеку, к человеку, который уже прошел этот путь, и который знает, как строится этот бизнес, который сможет вам помочь. Вот когда я находилась вот в такой нижней точке, самых первых шагов в бизнесе, я шла к помощи не к бабе Зине, а я шла за помощью к своему наставнику. Я шла за помощью не к родителям, не к мужу, не к детям, а я шла за помощью к профессионалу, к человеку, в котором я была уверена, что он точно мне поможет. Этим человеком был мой наставник. И поверьте, после общения с наставником у меня все вставало на свои места. Понимаете? Вся эмоциональная шелуха уходила, и я задавала себе вопросы. Тебе продукт нравится? Да, нравится. Тебя компания устраивает? Да, устраивает. Тебя устраивает маркетинг-план? Да, устраивает. Ты видишь перспективы в этом бизнесе? Да, вижу. Все. Задайте себе эти вопросы вот в такие сложные ситуации. И когда вы получаете ответы на эти вопросы, да, меня все устраивает, то у вас складывается понимание, что вы находитесь в нужном месте, в нужное время, в нужной компании. Просто сейчас у вас сложный период в бизнесе. но вам нужно в этот период собраться, понимая, что вы видите перспективы в этом бизнесе, и двигаться вперед. Нужно просто продолжать делать. У меня было несколько таких моментов, когда действительно было очень сложно. Когда я развивалась в социальных сетях, когда мне приходилось совершать очень большое количество действий, представляете, это ежедневная работа. Ну, вот многие из вас, кто развивает свой бизнес через социальные сети, через личный бренд, вы меня хорошо понимаете, что бывает такое, что очень много совершаешь действий, каждый день пишешь посты, занимаешься продвижением своих каналов, для того, чтобы у тебя все это получалось классно. Ты, естественно, обучаешься, может быть, даже вкладываешь деньги в какие-то курсы, в платные курсы, для того, чтобы повысить уровень своих знаний, для того, чтобы понимать, как работает все это в социальных сетях. Благо, что вот у нас сейчас есть, допустим, в команде обучение, как это нужно делать, но в тот момент, когда я сама занималась, у нас не было еще этих обучающих курсов, и мне приходилось до всего доходить, что называется, своими мозгами, плюс, конечно же, большая помощь со стороны наставника вот в этом плане сыграла свою роль, и в конечном итоге мы вместе организовали вот этот обучающий курс. Сейчас нашим партнерам намного легче и проще в этом бизнесе, нежели тогда, когда пришли мы и, по сути, с нуля начинали его строить, в том числе через онлайн. Но я сейчас как раз о том, что у меня тоже были такие моменты, когда делаешь-делаешь, вкладываешь много сил, вкладываешь огромное количество времени в развитие этих социальных сетей, и у тебя ноль, понимаете, вот полный ноль. И в какой-то момент приходит понимание, а нафига мне все это нужно? Зачем я все это делаю, если это не имеет никакой отдачи? Вот так у меня было тоже на YouTube-канале, что я каждый день публиковала видео, я каждый день прикладывала усилия. У меня были просто просмотры моих видео, и просто были лайки и комментарии. Да, это, конечно же, с какой-то стороны приятно, что твои видео полезны, может быть, но я-то пришла с целью рекрутинга, а я не вижу этого рекрутинга. Мне не пишут люди, как это мы проговаривали, например, с наставником, и он мне говорил, что будешь вкладывать усилия, вот будешь развиваться магнитным рекрутингом через YouTube-канал, и пойдут заявки. А я не видела этих заявок, и я тоже расстраивалась по этому поводу. То же самое было у меня в Instagram. Но понимаете, для всего нужно время, должно пройти время, должна накопиться критическая масса, прежде чем у вас пойдут отклики из социальных сетей. И вот когда вот эта критическая масса накопилась, действительно у меня пошли заявки. И они не пошли вот таким быстрым, бурным потоком, да, что каждый день я там по 5-10 заявок получала в свой бизнес. Нет, сначала одна заявка раз там в месяц, может быть, ко мне прилетала. Прежде чем я вышла на регулярный поток заявок, я даже до сих пор еще не получаю их каждый день. Но я получаю их с регулярностью 1-2 раза в неделю. Но поверьте мне, что сейчас ко мне в команду приходят осознанные партнеры. Это не простые потребители со скидкой, а это партнеры, которые хотят строить бизнес вместе со мной в нашей команде. И для этого была проделана колоссальная работа, и она до сих пор проделывается. Вы видите, с какой регулярностью я публикую видео на своем канале. Вы видите, насколько я вкладываюсь эмоционально, насколько я вкладываю сил в развитие своего канала, для того, чтобы эти заявки приходили ко мне на постоянной основе. И я понимаю, что чем больше я буду вкладывать своего времени и усилий сейчас на начальном этапе, когда только-только раскачивается мой канал, и уже сейчас я имею отдачу на регулярной основе, насколько это будет эффективно, когда у меня на канале будет 10 тысяч подписчиков, 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков. Потому что я совершаю правильное действие и в этом бизнесе. Почему это так? Потому что изначально у меня в голове заложен вот этот правильный кирпичик, что я работаю на перспективу, что я сейчас вкладываюсь временем, вкладываюсь своими силами, вкладываюсь своей энергией в том числе, что я делюсь своим опытом, я делюсь своими какими-то фишками в работе, и это имеет отдачу, и это работают на перспективу в том числе, но я сейчас это делаю. Я сначала делаю, а потом получаю. Вот понимаете, когда у вас в голове вот будет заложена эта мысль, что сначала я должна вложиться временем, сначала я должна вложиться своими силами и энергией, и уж только потом я получу, причем вот это должно у вас закладываться без ожидания какой-то отдачи. Просто делайте сейчас, просто делайте правильно. У нас в команде есть все для этого. У нас есть база, у нас есть фундамент, у нас есть обучение, у нас есть классные, крутые наставники, которые всегда вам помогут, которые всегда вам подскажут, и которые с вами все 24 часа на связи. Просто делайте, просто следуйте тем рекомендациям, которые вам дают наставники, а не тем рекомендациям, которые вам дает Баба Зина, ваши близкие, знакомые, друзья. Когда у вас трудности и сложности в бизнесе, ищите ответ не у Бабы Зины, а ищите ответ у своего наставника, у профессионала. Вот сейчас приведу такой простой пример. Когда у вас заболел зуб, вот кому вы пойдете за помощью? Вы скажете мужу, помоги мне, вырви зуб, или вы пойдете за помощью к профессионалу, к стоматологу? Ну, однозначный же ответ, правильно? Когда у вас, например, сломалась стиральная машина, вы кому пойдете за помощью? Конечно же, вы обратитесь к мастеру, который знает, как починить эту машину, который знает, как устроена эта машина, и в конечном итоге вы получите желаемый результат. Когда вы хотите какое-то новое красивое платье, не можете купить его в магазине, кому вы обратитесь? Конечно же, вы пойдете к портнихе, к швее, которая уже профессионал в своем деле, и которая вам сошьет красивое платье по вашей фигуре. Когда вы хотите сделать прическу и так, чтобы она вам шла, к кому вы обратитесь? Вы скажете супругу, подстриги мне волосы, или вы все-таки пойдете к профессионалу. И я уверена, что вы обзвоните всех своих подружек и зададите им вопрос, скажи, пожалуйста, а кому ты хочешь, к какому парикмахеру, или к какому мастеру маникюра ты хочешь, что у тебя такой красивый, например, маникюр, или такие хорошие стрижки? Вы обратитесь к профессионалу. Так вот, сетевой бизнес – это не игра, это не игрушки. Сетевой бизнес – это серьезный бизнес, если вы, конечно, пришли для того, чтобы зарабатывать серьезные деньги от этого бизнеса. Здесь не прокатит так, что 2-3 часа в день, и не прокатит так, что когда у вас сложности и трудности, и вы пошли искать ответы у своих близких, у родителей, у мужа, у взрослых детей, нет. Вы в этом случае обращаетесь за помощью к профессионалу, к своему наставнику. И если ваш наставник еще сам делает первые шаги в бизнесе, обращаться за помощью нужно к вышестоящему наставнику, к тому наставнику, у которого уже есть опыт, у которого есть знания, у которого есть уже серьезный результат в этом бизнесе, который понимает, что здесь нужно делать. Вот такой у меня сегодня состоялся с вами разговор. Надеюсь, что мои мысли вслух были вам полезны. И если это так, ставьте лайк под данным видео. Если вы хотите строить бизнес в сотрудничестве с компанией Фаберлик, и в нашей команде Фаберлик Реалити, а у нас для этого созданы все необходимые условия, то welcome в нашу команду Фаберлик Реалити. Ссылочку на регистрацию я оставила под данным видео в первом прикрепленном комментарии, а также в описании к данному видео. Также я вам рекомендую написать мне в личку в социальные сети, а все ссылки я разместила в инфобоксе в описании к данному видео на свою личку. Напишите мне, черканите пару стройчик, как это обычно бывает. Совсем недавно мне снова прилетела заявка, хочу к вам в команду. Напишите мне, хочу к вам в команду, и я обязательно с вами свяжусь. Мы пообщаемся с вами на темы бизнеса. Вы определитесь, действительно ли это то, что вы ищете для себя. И после этого, конечно же, мы будем работать с вами в нашей команде, будем вместе строить этот бизнес. А я говорю вам на этом всем пока. До новых встреч. Увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была. Татьяна Кузьмина. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...